Привет! Представься, пожалуйста. Артём. Артём, тренер Пхукет вейкпарка, наконец-то в эфире. Наконец-то нам расскажет, как быть крутым вейкбордистом. Итак, с чего начать? Ты тот человек, который поставил свою дочь на доску. Начать с реверса обязательно. Начать с желания ребёнка, во-первых. Потому что, когда мы начинали в 6 лет, не пошло через полгода, зато выстрелило и прям попёрло. Поэтому надо, чтобы ребёнку понравилось прежде всего. И, я думаю, не заставлять. Кто у нас ребёнок? Ребёнок Настя. Настя Сырова уже имеет некоторые титулы. Поделись. Да, занимала она у нас в парке два раза второе место, два раза первое. И на первенстве России в Мини Гёрлс в этом году победила первое место. Хорошо, это всё благодаря папе. Ну, мне это видно, потому что... От части. Хорошо, у Насти есть желание, а у папы много сил, энергии, да. Сколько Настя проводит на реверсе в день? Или, может быть, в неделю? Ну, на реверсе, ну, не знаю, бывает, что и не ходим на реверс. Ну, а так минут 20 на реверсе, остальное на кольце. Пять дней в неделю. Как воспитать спортсмена? Как ты это культивируешь? Да, она сама хочет иногда такие трюки пробовать, которые мне страшно её просить даже. Поэтому, ну, просто у неё желание какое-то бешеное. Не знаю, я просто помогаю ей. Ты тренер, человек, который пришёл в Пхукет Вейк Парк и начал всё с нуля. Опять-таки, как ты сам начинал и как ты разбирался? И ты, между прочим, ты ещё и у нас судья. Начинал? Как? Ну, сам начинал. Никто мне ничего не объяснял. Просто взял да поехал. Здесь или где-то в другом месте? На кольце первый раз здесь. Так катались мы с ребятами просто там за гидроциклом. Ну, такое просто летом. Фо-фан. Именно на кольце, да, здесь поехал. Ну, час меня заняло уехать. Ну, стартануть в смысле. Потому что с тягой что-то не получалось немного. Вот. Ну, мне никто ничего не объяснял. Я как-то сам всё. Вот ты пришёл в Пхукет Вейк Парк. Это было три года назад. И стал тренером. Ты изучал какой-то материал, смотрел кучу видосов. То есть, ты же и трюки ставишь. Ну, видео, в принципе, Вовины помогают очень хорошо. Если что-то сам не понимаешь, да, то можно туда обратиться. Ну, либо просто спросить. Благо он тут много времени проводит. Ну, вот как-то и так. Не знаю, как-то просто видюшки какие-то смотрел. Ну, и пробовал. То же самое повторить. Когда-то получалось, когда-то нет. Последнее время очень много учеников выросло, и ты их вырастил. Есть кто-то вот знаменитый, кроме Настя, кто, в принципе, достоин кататься и... Да почему? Все. Все достойны кататься. Просто кто-то катается как хобби, кто-то пытается чего-то добиться. Ну, из старых... Ну, есть, да, дети, которые продолжают кататься уже. Не под моим началом. Ну, есть сейчас вот с девочкой занимаемся. Ну, она, в принципе, не так давно начала. Просто Настя, наверное, ее подпихнула, они в одной школе учатся. Так, прямо, чтобы сейчас много каких-то детей осталось. Те, кто научился, просто, они продолжают, ну, чаще всего просто катаются сами по себе, и все. То есть, они базу какую-то получили, и дурагонитесь на озере. Как-то так. Сколько детей ты выучил за эти три года? Ой, я не считал. Не знаю. Пару десятков, наверное. А я думаю, что больше, гораздо больше. На самом деле, ты поставил очень много людей, и люди фуфан катаются по всему миру, потому что все-таки у нас международный кабель, а у тебя очень крутые скиллы английского. То есть, ты можешь работать не только с русскими, но и с иностранцами, да? Ну, я стараюсь. Хорошо. На самом деле, папа все может, это про тебя. Что ты пытаешься привить Насте? Какой ты ее видишь через пять лет? Через пять лет? Ну, вот, у нас по стечению обстоятельств чемпионат мира в Таиланде в следующем году, но она участвовать не может, потому как ей одиннадцати не будет еще. Вот. А где будет в 2022 году чемпионат, никто не знает, и попадем ли мы туда, тоже непонятно. Поэтому, ну, естественно, поучаствовать, поучаствуем и в Европе, и в мире, я думаю, через какое-то время. Начнем потихоньку с первенства, естественно. Надеюсь, дорастем до open категории, шпахнем там. Сколько времени ты сам проводишь на кабеле? Да, зависит от работы. Ну, выходные стараюсь с Настей приезжать, что-то так, какие-то видюшки все равно снимаем, потому что для ее же, собственно, продвижения аккаунтов видюшки катаемся вдвоем, снимаем, что-то новое пробуем. Ну, выходные в основном, в будние дни, ну, так бывает там 40 час минут, час минут, 40-60 минут может катнуть с перерывчиками. в сезон редко. У тебя есть кумиры в экборде? Люди, на которых бы ты равнялся? Или которые мега круто катают? Или кого бы ты хотел отметить? Или кого бы ты хотел увидеть в кукет-вэйк-парке? Мне нравится, как Джон Дрейлинг катается. Он вообще безбашенный какой-то человек. Я вот слежу за его аккаунтом. Это, наверное, из парней. из девчонок. Ну, как бы тут Джулия, конечно, это такой пока бесспорный фаворит. Ну, технично, да, мне нравится, как она катается. Ну, Джулия, она очень сильно работает над собой. Ты бы хотел, чтобы Настя также с утра до ночи тренила и делал жесткий воркаут? Нет. Мне нравится лайфстайл, вот такая, например, как у Лизы. Она тусуется, она путешествует, то есть и катает круто, и живет в кайф. Вот так надо. Что для тебя самого вайфборд сейчас? Не знаю, лайфстайл, наверное. Вот видите, ребят, если вы работаете на кабеле, это не обязаловка, это лайфстайл. Спасибо тебе большое. Приходите к нам, бронируйте тренировки у Артема, мы очень вас ждем. Спасибо.